Какие проблемы волнуют жителей Сходня, знают сотрудники главного учреждения микрорайона, Российской международной академии туризма. Ее студенты и преподаватели пригласили для участия в собрании трудового коллектива членов общественного совета «Химки интересно жить», чтобы обсудить важные проекты по улучшению округа. Участники собрания пообщались с Михаилом Раевым, Сергеем Малиновским, Русланом Шаиповым, Александром Якушиным и Мариной Гавриловой. Это уже не первая встреча с трудовыми коллективами. На всех этих встречах формируется общественное мнение жителей, граждан нашего городского округа. Выдвигаются инициативы, которые заносятся в протокол. Уже порядка 700 есть инициатив. Инициаторами таких встреч выступили химчане из первичных отделений партии «Единая Россия» и активисты проекта «Химки интересно жить». Обсудили дальнейшее развитие микрорайонов, в том числе выдвижение социальных инициатив, которые важны и нужны для развития нашей сходни и нашего городского округа Химки. Потому что развитие и выдвижение социальных инициатив влечет за собой улучшение комфортности, улучшение благосостояния, реализация различных крупных масштабных проектов, которым действительно нуждается микрорайон в настоящее время. Три года назад зародился проект «Химки интересно жить», когда жители обратились к депутатам, чтобы те помогли разнообразить досуг в городе. По всему округу начали проводить тематические мастер-классы. С началом пандемии они перешли в интернет. На специальный сайт каждый мог выложить свой видеоурок и проголосовать за лучший. В конце прошлого года самых активных химчан наградили. На мастер-классах люди не только узнают новые какие-то сведения, новые навыки приобретают. Они общаются, они знакомятся, они обсуждают новые поводы для встреч, новые темы для последующих мастер-классов. Это позволило многим людям задружиться и продолжить свое общение. Постепенно такое общение вылилось в конкретные предложения по улучшению городского округа. В каждом доме и микрорайоне организовался общественный актив. Были созданы общедомовые чаты жителей, которые помогают соседям вместе делать много важных и нужных дел. В частности, благодаря такой сплоченности химчане организовали адресную помощь людям старшего поколения в период пандемии. Этот проект родил еще целый ряд других проектов. Например, он родил проект добровольческого движения. Дело в том, что именно те люди, которые посещали проект «Химки интересно жить», они стали первыми добровольцами добровольческого движения химкинского. В конце, в завершающей его стадии, он насчитывал порядка 1300 добровольцев. Это огромное количество. Но идеи у жителей еще немало. Встречи с коллективами проводят именно с этой целью – узнать мнение химчан, собрать все социально значимые инициативы на едином сайте, чтобы жители выбрали самые важные, по их мнению, предложения. В дальнейшем именно эти задачи по улучшению городского округа будут реализованы в первую очередь. Студенты и преподаватели РМА тоже внесли целый ряд важных инициатив. Мы, как вуз туристского профиля, очень четко понимаем, что гостеприимство, то, как встречает тебя регион, либо какая-то отдельная взятая дестинация, это очень важно для всех, кто формирует мнение об этом регионе. И нам очень хочется, чтобы городской округ Химки имел свое лицо в плане туристского такого назначения и был привлекательным для жителей других регионов. Встреча прошла активно. Например, преподаватель Алексей Клинов выступил с предложением позаботиться об экологии. Я предложил инициативу по раздельному сбору мусора, энергосберегающих ламп, батареек и так далее, которые когда-то раньше были выставлены отдельные контейнеры около места мусоросборников, потом эти контейнеры были убраны. И сейчас сдать куда-то лампочки и батарейки различные, ну это проблематично. Депутаты и члены общественного совета Химки «Интересно жить» поддержали выдвинутые участниками собрания инициативы и пообещали продвигать их, чтобы в результате жизнь химчан стала комфортнее, безопаснее и интереснее. Спасибо!